Очень часто меня оскорбляли, но я сама волчица. Нам стыдно за этого депутата. Был такой момент, когда я заклеивала рот, нам не давали микрофон, нам выключали микрофон. Он требовал 5 миллионов сомов за свой моральный ущерб с меня. За свой базар я должна была ответить, да? Карамушкина, заклей себе другое место. Ну, хотя бы один из моих коллег, встаньте и хотя бы просто скажите два слова. Ну, Ирина же права. Я смотрю на своих коллег в парламенте, и я вижу, какой он был маленький. Я вижу его маленький, вот я вижу глазами учителя, какой ты был в садике. Какой, вот, и почему ты такой вырос? Почему вы снова решили пойти работать депутатом Чигуркукинеша? Или служить депутатом Чигуркукинеша? Да, я думаю, правильно служить, потому что здесь это государственная служба, законодательный орган страны. И вы знаете, я, наверное, за вот три созова еще больше в себе развила это чувство уверенности, смелости. Когда я вижу, что иногда, к сожалению, мои коллеги могут лоббировать совсем такие, знаете, интересы какой-то группы людей или личности, а не народа. Конечно, здесь нужно и важно, чтобы среди депутатов были люди, ну, более, так сказать, смелые, чтобы предотвратить нарушение закона, нарушение прав человека, нарушение прав граждан. И я считаю, что объездив всю страну, побывала во всех областях, встречалась и встречаюсь до сих пор со многими жителями нашей страны, я получаю вот эту поддержку. И люди, вы сами, как бы, подтолкнули меня к тому, что обязательно нужен человек в парламенте, который имеет свои принципы, который, ну, можно так сказать, более порядочен, да. Вот, и тем более, вся моя работа, нет никаких-то там кулуарных вещей, она вся прозрачна, ко мне всегда есть доступ, так сказать, для решения любых вопросов граждан. И я считаю, что, получив такой огромный уже, все-таки Трисозова, это большая работа, огромный политический опыт, его нельзя просто взять и так вот бросить на окраину, да. Вот, им нужно воспользоваться, и этим могут пользоваться и наши граждане, самое главное, моим опытом политическим. Какие главные приоритеты в работе депутата? Ну, здесь, конечно, самому быть образцом законопослушности, потому что, наблюдая даже сегодня в прямом, прямых эфирах работу депутатов, наши граждане очень часто возмущаются, что иногда у депутатов слова расходятся с делом. То есть, они видят, что одно выступление какое-то популистическое, на самом деле этот депутат совершенно по-другому ведет себя где-то в своем районе или с другими гражданами. Поэтому, вы знаете, самый главный приоритет лично для меня, это убежденность в том, что моя работа, она действительно приносит пользу не только в законодательном направлении страны, она является большой поддержкой для наших граждан, которые всегда, если нарушаются их права, либо не хотят разрушить какой-то вопрос. Они в любом случае идут к депутатам, потому что избранниками народа у депутатов есть мандат доверия народа. Поэтому как, как не к депутату, идти решить любые вопросы, там, области, района, либо одного гражданина? Последние новости в нашей стране показывают, что люди с такой принципиальной позицией, которые борются за правду, борются за соблюдение законности, вот в первую очередь сейчас это журналисты, что они получают по голове, так или иначе, что они подвергаются преследованиям за свою позицию принципиальную. Депутат Джигарху Кенеша, у него власти еще больше, чем у журналиста. У него есть трибуна большая, широкая, и его принципиальность, она еще, так скажем, дороже стоит. И вы не боитесь, что вы будете подвергаться преследованиям за свою принципиальность? Я не боюсь, знаете почему? Потому что я очень много получала, так сказать, и неконструктивных, и оскорбительных, и унизительных вещей, когда я поднимала такие, знаете, неудобные вопросы, когда я поднимала резонансные вопросы. Очень часто меня оскорбляли, то есть даже интерпретировали иногда так, чтобы было как бы удобно, чтобы меня, ну, как бы забили, да, вот. Но, вы знаете, я в начале своей работы, своей деятельности, в четвертом СОЗОВе, конечно, где-то расстраивалась, то есть я переживала, но меня поддерживали сами граждане. Мне буквально даже журналисты звонили и говорили, Ирина Юрьевна, вот вы правильно идете, мы вас поддерживаем. Вот то, что так вот депутат права сказал, нам стыдно за этого депутата. Был такой момент, когда я заклеивала рот, когда в четвертом СОЗОВе при Бакиевской власти сливали нагло и цинично, так же, как и сейчас, по-моему, происходит воду с Токтагульской ГЭС, да, при этом нам выключали везде свет, выключали практически на долгие-долгие... У нас вообще, с самолета подлетаешь в Бишкек, и вот темнота, крошмечная, понимаете? И вот тогда мы выступали, и я помню, что заклеивала рот, потому что нам не давали микрофон, нам выключали микрофон, чтобы мы не говорили вот нелицеприятные вещи про власть. И один из моих коллег сказал там, типа, Карамушкина, заклей себе другое место, что ты вот тут только рот заклеила, понимаете? Мне это сейчас, это ему должно быть стыдно. Если он слышит, он знает, про кого я говорю. И те депутаты четвертого созыва, мои коллеги, тоже знают, кто это сказал. И, конечно, вот таким образом, даже сами коллеги пытались меня вот так вот, как бы, ну, унизить, да, скорбить. Но это все на них же ополчался, народ на них же ополчался, на них же шли стрелы ненависти. Поэтому, вы знаете, я к этому, наверное, привыкла, да, быть принципиальным, быть прямолинейным, честным. Не все депутаты к этому готовы, и не все к этому стремятся. Я уверена, что 60% совсем по другому случаю взяли этот мандат в руки, для других интересов. Но сложности, как и у журналистов, если журналист в этом плане такой вот боец, да, за правду, так и у депутатов сложности будут. Ведь не зря сегодня, кстати, я извиняюсь, ко мне было обращение граждан, а мы должны обращение граждан в эфире говорить, озвучивать. Вот, а я обращалась к генеральной прокуратуре, чтобы они проверили это обращение. Но оно было направлено против одного, ну, крупного бизнесмена политика нашей страны. После этого обращения он подал на меня в суд. Он требовал 5 миллионов сомов за свой моральный ущерб с меня. Суды шли два года. То есть, понимаете, и здесь, конечно, я отстаивала свои принципы. То есть, за свой, извините за сленг, за свой базар я должна была ответить, да, за свой разговор, за свои выступления я должна была ответить. Хотя это было обращение граждан. И сейчас я до сих пор три года нахожусь вот в этих судебных процессах, потому что я тоже была вместе с народом в Кайташе августе 19-го года. Я там тоже отстаивала, что мы имеем право иметь политическую площадку, мы имеем право заявлять власти и конструктивно вместе решать проблемы. Вы почти не агитируете, хотя агит-период уже начался, но не видно какой-то вот явной агитации с вашей стороны, в то время как другие кандидаты уже там стараются изо всех сил. Но, тем не менее, очень чувствуется очень серьезное по комментариям в соцсетях, по разговорам там в общественном транспорте чувствуется очень серьезная мощная поддержка в ваш адрес со стороны граждан Кыргызстана, не только там избирателей Свердловского района, вообще в целом. Что, как вам удалось? Я такая же, как и все наши граждане, основная часть нашего населения. Я за три созыва, я не живу в особняках, у меня там нет машины и так далее. И свободно можете приехать и посмотреть, как я живу в принципе, да. То есть я, как больше половины наших граждан, в таком же нахожусь состоянии, но я работаю. И самое главное, я думаю, что люди, они увидели мою гражданскую позицию как депутата, мою политическую деятельность. И мне не нужно ничего доказывать. Это все можно наблюдать. Сегодня у нас такая открытость настолько, да. И я думаю, что вот это видно же нашим гражданам, как мне тяжело иногда приходится. Вот особенно последние годы после ареста, вот Алмаза Атамбаева, да. Когда партия, социал-демократы, в основном мои бывшие коллеги по партии, нас предали, да. Вот пять человек мы остались. Конечно, это сложно, это предательство. Видела вся страна. И противостоять, когда я была одна, я противостояла всем. Я выходила к микрофону и думала, ну хотя бы один из моих коллег встаньте и хотя бы просто скажите два слова. Ну, Ирина же права, например. Да даже этих слов я не слышала в поддержку, но я шла. Поэтому не зря мне говорят, что вот, Ирина, ты как танк Т-34, ты вот прешь до победного. И вот это, я думаю, граждане чувствуют, поддерживают. И я выражаю огромную благодарность всем нашим гражданам республики, потому что, вы знаете, действительно бывает момент, когда у меня нет защиты. У меня нет телохранителей, когда некоторые наши депутаты идут по три, по четыре телохранителя, такие прям боссы, куда бы деться. Вот. Я могу ходить одна в городе, на базаре, в магазине. Я выхожу в город, я общаюсь с людьми. Мне иногда даже говорили после постреволюционных ситуаций, Ирина, сейчас столько много всяких разных, почему-то одна. Ну, просто мне нечего бояться. Волхов боятся в лес не ходить. Вот. Но я сама волчица. Поэтому, вы знаете, в этом плане вот эта поддержка, она очень важна для, особенно для политиков, кто вот более честен, принципиален, который идет иногда даже против всех. И я не одна. Я там в зале одна. Но когда я чувствую вот эту поддержку, это вот мой фронт победы, понимаете? И я здесь, может быть, поэтому я иду, потому что я знаю, что, ну, в случае чего поддержат народ. И вот здесь предательство они не простят. Ваш слоган? Служу закону, правде и справедливости. Почему выбрали Свердловский район, а не Первомайский? Вы знаете, в Свердловском районе я очень долгое время жила, работала. Меня знают очень многие мои выпускники, ученики, тогда была средняя школа номер один в микрорайоне Аламидзин. Знают очень много моих родителей, мои коллеги, директора школ. Я надеюсь, что они и сейчас, когда мы встречаемся, они говорят, вот твой характер, вот какая ты была, такая и осталась. Вы знаете, я не поменялась. Может быть, я стала более жесткой, но там нельзя расслабленно в парламенте сидеть. Вот, может быть, я стала более жесткой, может быть, хотя мне говорят, Ирина, нужно вот быть такой вот хитроватой, как многие депутаты, это учителя. Но я говорю, что я как учитель, вы знаете, вот во мне до сих пор живет то, что учитель должен быть образцом для своих учеников. И даже иногда я смотрю на своих коллег в парламенте, и я вижу, какой он был маленький, я вижу его маленький, вот я вижу глазами учителя, какой ты был в садике, какой, вот, и почему ты такой вырос? И вот до сих пор у меня вот есть моменты, когда вот, ну как-то, не то, что я не собираюсь, конечно, воспитывать взрослых людей, да, но воспитание граждан, особенно политических лиц, которые находятся на государственной службе, вот воспитание граждан идет от своего собственного поведения, от политических лиц, от государственного служащего. И вот доверие вернуть к власти, и вот если бы, знаете, 60%, как многие мои коллеги говорят, те же учителя, там, мы встречаемся, если бы 60% вот таких было бы депутатов в парламенте, возможно, бы страна шла совсем по-другому, вот уровню, к уровню развития мы другой достигли. Поэтому я надеюсь на Свердловский район, они многие наблюдают, знают, так сказать, мой характер прямолинейный, знают, что уже я проверена в боях и походах, и я надеюсь на их поддержку, потому что уже впервые я буду не только представлять интересы всех граждан республики, я впервые буду представлять интересы именно избирателей Свердловского района. Уважаемые жители Свердловского района, впервые я, Ирина Карамушкина, иду кандидатом по одномандатному округу, и я выбрала ваш район, потому что я надеюсь, что вы наблюдали за моей политической деятельностью и дадите мне возможность вновь в парламенте поднимать самые важные резонансные вопросы. Именно вы, уважаемые избиратели Свердловского района, можете дать мне снова трибуну и микрофон, чтобы обращаться не только к своим коллегам по самым важным вопросам в парламенте, в стране, среди граждан, но и делать свои обращения к президенту, к правительству. Именно вы, уважаемые избиратели, дадите мне возможность инициировать новые законы, которые очень важны для развития страны и народа. И самое главное, вы все наблюдали, что я живу так же, как живет практически больше половины нашего народа. Я очень часто принимала людей и ни одно заявление не оставляла без внимания. Я всегда поддерживала наш народ. Теперь сегодня я прошу вашу поддержку и прошу прийти 27 февраля на участке и проголосовать в бюллетене за номер 22, потому что в 2022 году самый актуальный номер 22. За победу! Спасибо!